Уважаемые дамы и господа, четвертый Санкт-Петербургский международный фестиваль опера «Всем» продолжается. Сегодня вашему вниманию будет представлен шедевр Джакома Пучини «Турандот». Для вступительного слова к микрофону приглашается музыкальный руководитель постановки, дирижер, народный артист России Сергей Стандер. Есть что-то удивительное в последних сочинениях великих композиторов, особенно незаконченных сочинений. Сохранилась знаменитая записка врачам Пучини «Дайте мне только 20 дней, чтобы я мог закончить Турандот». Не дали, не закончил. На премьере в «Ля Скала» 25 апреля 1926 года Тосканини положил полку в сцене смерти вью и сказал, на этом месте смерть вырвала перо из рук композитора. Мы играем традиционное окончание. Эту оперу закончил друг и ученик Пучини, итальянский композитор Франко Альфано. Это последний дуэт и финал. Содержание оперы в двух словах. Принцесса Турандот подлилась, что выйдет замуж за человека, который отгадает три загадки. И претенденты одни за другим гибнут на эшафоте, принцесса непреклонна. Принц Калав, увидев ее, решает принять участие в этом конкурсе. Он отгадывает три загадки. Ответы там такие. Надежда, кровь и сама Турандот. Но он не хочет просто так жениться на ней. Ему нужна ее любовь. И он ставит ей свое условие. Если она до рассвета узнает, как его зовут, она вольна его казнить. Министры императора искушают его, предлагая ему женщину, славу и деньги. Но он не преклонен. Страшники приводят старика и рабыню. Их видели вместе. Она должна знать имя. Она его действительно знает, но сказать не хочет. Она любит Калава, выхватывает кинжал и закалывается. После этого Калав, решив добиться любви, принцессы смерти и принцессы льда, как он ее называет. Открывает ей свое имя сам. Но вот после всего того, что произошло, каким-то образом там в опере все равно счастливый конец. Значит, она его все-таки любит. И все вроде бы прекрасно. Значит, действующий лица. Неизвестный принц, чужестранец, который открывает свое имя в самом конце оперы. Но мы уже сейчас знаем, что его зовут Калав. Его отец, низвергнутый татарский хан Тимур. Красавица рабыня Лью, которая ухаживает за стариком и любит Калава. Китайский император Аль Туум, папа нашей главной героини. Три его министра. Великий советник Пинг. Великий повар Понг. И великий прорицатель Панк. Мандарин Глашатой. Ну, там еще есть персидский принц, который поет одну ноту, прежде чем ему отрубят голову. И сама принцесса Турандот. Вы ее вскоре увидите и узнаете сами. Мы начинаем. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯ 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 МУЗЫКА КОНЕЦ 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 Минфонический оркестер Санкт-Петербурга, музыкальный руководитель и директор, народный артист России Сергей Стаблер. Хор Театра, оперы и балета Санкт-Петербургской консерватории. Косовственный руководитель Юлия Кутарецкая, корнейстер Максим Пожидаев. Солисты балета Театра, оперы и балета Санкт-Петербургской консерватории. Полина Артемьева, Герман Проваторов. Император Альтоум, солист Театра, оперы и балета консерватории. Николай Шамов. Фонг, солист Мариинского театра Александр Михайлов. Фонг, приглашенный солист Большого театра России Евгений Наговицын. Фонг, приглашенный солист Большого театра России Алексей Кашиев. Тимур, солист Театра, оперы и балета Санкт-Петербургской консерватории. Солист Мариинского театра Николай Царевский. Лю, солистка Мариинского театра Жанна Домбровская. Принц Калав, солист Мариинского театра Август Омонов. Принцесса Турандот, солистка Мариинского театра Екатерина Шиманович. Балетмейстер-постановщик Константин Чувашев. Художник-постановщик Юлия Гольцова. АПЛОДИСМЕНТЫ Режиссер-постановщик Ольга Мухортова. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ Спасибо.